Иван Затевахин Если вы насмотрите, это означает, что скандалы и разводы знаменитостей интересуют вас в значительно меньшей степени, чем безобидные и трогательные сюжеты о животных. Свежайшая подборка видеороликов уже рвется на экран. Поехали! Эх, погода какая хорошая за окном, но дверь не открыть я не умею. Была бы Мурка дома, она бы открыла. Она у нас резвая, умелая. Ну что ж, придется сидеть в заберти, в духоте, дышать пылью. Эх. Вась, я гулять! Пока! А, ты что, здесь что ли? Да, если хочешь, пошли со мной на улицу. О, конечно, я тоже на улицу. Здравствуй, малыш. Здрасте. Это, ничего у тебя нет такого вкусненького для меня? Морковки, например? Нету морковки, вот только травка. Но травки тут и без тебя хватает вокруг. Это, слушай, может ты сходишь к родителям, попросишь для меня хлеба с солью? А это я могу, ладно. Скажи, пони просили. А вы пони, да? Конечно, пони. Если был бы я не пони, а конь, ты бы голову вверх задирал, чтобы со мной разговаривать. Так мы наравне с тобой. Видишь, на равных. Да. Ладно, сейчас приду. Молкан, давай с тобой поборемся. Не, не, не надо со мной. Ты еще маленький из-за тебя. Видишь, другая весовая категория. Я тебя чуть пихну, ты уже валяешься. Нет, это случайно. Я пусть скользнулся. Ну, все равно, Вовчик, он лучше с моим младшим поборись. Он приблизительно твоего веса. Да ты что? Он в пять раз меня меньше и младший в пять раз. Вот сколько ему? Ну, где-то шесть недель. Ну вот, а мне шесть лет. Чувствуешь разницу? Просыпайся, косолапый. Кому говорят? Михаил Потапыч. Просыпайтесь. Все. Зима прошла. Пора вылезать из своей берлоги, то есть из пячки своей выходить. И пора уже делами заниматься. В квартиры надо прибрать. Что я тут один-то горячусь за всех? Не чувствует, что ничего. Я ему и пятки пощекотал. И ребра ему пощекотал. А он вообще спит? Причем уже ладно бы конец февраля, только конец апреля. Мои месяцы на дворе. Пора вставать. Ау! Принесите мне кто-нибудь ледяной водички, я ему плесну в рожу. Вставай, медведь! Просыпайся! Обычно в паре кошка-собака гораздо без церемонии ведут себя кошки. Но ваши ролики порой доказывают обратное. По крайней мере в двух случаях из трех. Василиса, стоять! Стоять сюда нельзя! Я в комнату! Ты что? Меня поставили специально сторожить, чтобы никто посторонний не входил. Да я не посторонний. Что-то ко мне привязался-то, я своя. Нет-нет, нельзя тебе сюда, нельзя! Меня поставили сторожить, я сторож-стажёр. Давай, выходи, выходи, выходи! Давай, что же тебя тащить-то надо прям, вот! Хозяин, всё! Я выгнал всех, я справился с заданием, комната пуста! Всё, давай, не балуй, не балуй! Нельзя назад! Назад! Не сметь назад двигаться! Куда сзади входил стоять? Всё, хватит дыхать, стузик, а я тебе сейчас лапой засвечу! Ну всё, малец! Погулялый давай, это, к дому! К дому давай! Ну чё ты мне хватаешь? Ты же мне ни мама, ни папа! Чё ты ко мне пристал? Меня за шкирку только родители имеют право таскать! О, посмотрите на него! Права он качает ещё! Да любой взрослый тебе может сказать, что гулять на снегу это вредно для здоровья! Сейчас вот простудистый, заболеешь, на чё ж чихать в квартире? Всем заразишь и меня тоже! Понимаешь логику? Я чихать не хотел, на вашу логику! Черныш, слушай, а чё ты там жуёшь, а? Неважно, это старый, невкусный, засохший кусок мяса! Что значит, ты невкусный? Может, даже очень вкусный! Ну-ка дай попробовать! Ну дай, ну чё тебе, трудно, что ли, поделиться? Ну-ка! Не-не, нормальный, вкусный! И не такой уж засохший ты, он его же почти разжевал! Давай делиться пополам! Ну куда пополам, ты намного меньше меня! Неважно, ты так справедливо! Ну чё ты жадничаешь-то? Мы ж друзья! Первая встреча кошки и собаки не всегда проходит гладко! А как выглядит знакомство рысёнка и двух массивных псов? Смотрите сами! Ничего себе! Это кто такой куц, как думаешь? Не знаю! Вроде бы кошка, но с другой стороны, вроде и не кошка! Пахнет как-то по-другому совсем! А ты как думаешь, Беш, кто это? Я вот думаю, может, отбился щенок у кого-то, но чё-то на щенка не сильно похож! Слышь, Алло, ты кто такой будешь-то? Я рысь! Что значит брысь? Ты как со взрослым разговариваешь! Кому ты брысь-то говоришь? Я не говорю вам брысь, я говорю я рысь! Чего? Да рысь только в лесу водится! А я здесь буду теперь водиться! Ничего себе! Врёт и не краснеет! Рысь говорит! Вы же дикая! И я дикая! Просто ещё очень маленькая! А когда вырасту, я рычать буду, как лев! А пока я мяукаю, вот так! Сейчас! Слыхали? Или повторить? Вот так я мяукаю! Хотите узнать, как развивались их отношения? Встречайте! Автор ролика Анастасия Акишина и исполнительница главной роли. Рысь со сказочным именем Василиса. Прошу вас. Здравствуйте, Настя! Здравствуйте! Не захотела рысь сама идти к нам заниматься? Мы всегда на рысь! Такая маленькая рысь! Давай, садись! Двигай, двигай! Садись! Вот! Она ручная у вас? Да! Да? Можно нас погладить? То есть, если я ее поглажу, то все будет хорошо? Спокойно! Да? Не отцарапает, не укусит рысь? Вот, вы знаете, потому что биологов-то прежде всего учат ничего руками не трогать на этих животных по разным соображениям. Понятно, естественно! В том числе, потому что поведение животных меняется. Безусловно! Как она у вас? Понимаете, что ручное и дикое поведение отличаются? Естественно! А у вас в связи с этим вопрос? У нее родители ручные или она из дикой природы? У нее родители вольерные. Вольерные? Да, то есть они вольерные, здесь разведение. Вот папа ручной, то есть абсолютно мама диковато. А как она появилась у вас? Купила. А, вы просто купили? У вас же еще животные, да? У меня много животных, да, поэтому она не первая. Понятно. А как она ладит с другими животными? Очень хорошо ладит со всеми, то есть, да, она с собаками гуляет у меня совершенно спокойно. У меня 8 собак она гуляет во дворе. И с остальными, с лисами тоже хорошо, Катюша, с кем там, с обезьяной, то есть он сидит там, ей чухает, там все волосюшки перебирает. То есть абсолютно со всеми адекватно. С маленькими собаками, естественно, я слежу, потому что, ну, просто заигравшись за счет своего веса, да, можно просто придавить немножечко. У вас домашний зоопарк этот? Ну, для себя, для души не более. А она вот во время игр когти не выпускает, вот заигравшись во что-то? Да, когти он постоянно стрижем, ну, как бы, как кошка обычно просто, да, он там не царапает ничего, поэтому, если регулярно их стричь, то проблем не какие-то. А с зубками не пользуются? Хищники все же играют так, да, то есть у них очень жесткие игры, прикусывая, они так и с собратьями играют, поэтому, ну, бывает, ну, как бы, с этим... То есть вы с этим меритесь, конечно, без защищников, безусловно. Собаки-то не мерятся или мерятся, они ее приезжают, да? Собаки абсолютно играют, да, с ней, то есть на равных, у меня и пять крупных собак, и три мелких, поэтому наравне абсолютно. Вы говорите, что она играет, да, но с собаками понятно, с собаками она играет, как играют кошки, видимо, когда они играют с собаками. Ну, скорее, она наравна больше к собакам, потому что, видно, она росла в собачьей стае, да, то есть... То есть она, ну, нахваталась там правильных привычек. Да, естественно, конечно. Собаки плохому не научат, не знаю. Так, хорошо, собак нет. Вы ее развлекаете, вот кошкам такие специальные игрушки. Да, то есть у нее есть и дразнилки кошачьи, и мячики, которые звенят, то есть это все любит, она абсолютно играет сюда-сюда. Звенелки. Голоса позвенила, да. Это все интересно. А вот мы можем поиграть с ней прямо в студии? Ну, хорошо, давайте тогда... Вот, видимо, я резко движение сделал, да? Интересно. Она на тень среагировала. Ты сразу же пошла, сразу играть? Да, давайте вы тогда готовьтесь, а мы с вами, дорогие зрители, посмотрим очередную... ...порцию роликов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, у нас в студии Настя Акишина и ее замечательная рысь. А, Настя, ну, вы готовы нам продемонстрировать? Да, попробуем. Игры. А, Сюш, А, Сюш. Кошачьи игры, если кто не видел, пожалуйста, смотрите, играет как кошка. А, Сюш. Я могу отойти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Ну, пока ничего не происходит такого экстраординарного. Да, как обычная кошка. А можно я мячики ей брошу? Можно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай мячик возьмем. Васюш, где мячик? Действительно. Мячик возьмем. Обратите внимание, друзья, что она, как все кошки, не особо, как бы это сказать-то, помягче. Вот предрасположена к активным играм. Ленивая она попросту. Да, ленивая. Ленивая кошка. Вась, Вася, мячик. На батарее лежит она. Вась. Ложится, как кошка на батарее. Да? Очень любит тепло. Наш ребенок, да он домашний, поэтому вот все. Понятно. Она покажет все свои. А если я так, или мне не стоит? Да, пожалуйста. Ну, это ей больше нравится, штуковина. Значительно. Повеселее. Да, или я, или я, или штуковина, или я. С хозяйкой-то она каждый день играет, а тут... С дяденькой, нет? Так, ладно, все, и это дело надоело, я чувствую. Вась, Вася. Ну что ж, друзья, мы убедились, то, что рысь, она очень похожа на обычную кошку своим поведением. Но все-таки это дикий хищник. Да, хищник. Вот. На самом-то деле, и хищник в ней дремлет. И играет она, как обычная кошка, но это ни о чем ровным счетом не говорит. Спасибо вам большое. Снимайте ролики, дальше продолжайте. Может быть, еще чего-то смешное придумаете. Присылайте нам. Хорошо, договорились. Мы вас покажем и пригласим. Спасибо. Спасибо вам.